Здравствуйте. Как дела? Как самочувствие? Нормально. Лечимся. Что так есть какие-то жалобы? Жалоб пока нет. Лекарів до початку бойових дій у нас працювало багато. У меня было 4 лекаря в отделении, но на данный момент в стаціонаре залишился я один, который действительно працет на полную занятность, на ставку. Все остальные, по определенным причинам, покинули отделение. Больше 50% отделения тут залишилось, поэтому и я принял решение тут залишиться, потому что отделение продолжило работу, если бы тут залишился лекар. То есть мы и остались. Если бы выехал в отделение, может быть, и я над этим вопросом задумался, но на данном этапе я решил залишиться, потому что не хотел отбросать коллектив. Друге – людей много приходило до войны, когда много лекарей поехало, но все-таки решили оказать ту допомогу, которую мы можем. Я сам кардиолог, я не широкопрофильный лекарь, но мы все равно оказывали допомогу, ту, которую нам тут посылали. Ну, работаем по товарищу часу. Я из тех людей, которые не поддают панике, я пришел на работу, я выполнил свои обязанности, планую дальше это делать, на сколько это будет возможно. Если бы не было Андрея Владимировича, ну, больницу бы просто закрыли. Он у нас и в паллиативном отделении, и в стационарном, и терапевт, и кардиолог, и, наверное, эндокринолог. Поэтому стараемся направлять, старается он на консультации к специалистам, но не всегда, вы понимаете, выезжают люди, не всегда получается. Поэтому ему приходится один из всех. Понятно, что я могу проконсультироваться, и мне нужно с этими лекарями, которые эвакуировались. Они помогают, если я до них вернусь, то есть, вот Арлата Ирина Адольф, она у нас невролог была, я до них могу вернуться, она мне поможет. Но, конечно, мне не хватает этих людей, я их очень считаю, они были очень хорошими лекарями, то есть, я жду, чтобы они вернулись обратно, потому что без них действительно работа стала набагато важнее. Я очень благодарен своим медицинским сестрам, которые очень квалифицированно себя проявляют. Это сейчас, когда, если раньше, допустим, черговый лекарь мог прийти, поделиться, сделать какие-то призначения, то сейчас это люди передают мне, потому что круглосудочно тут находится, но это же невозможно. До меня вертаются приблизительно те же люди, которые вернулись раньше, те, кто не выехал, те, кто остался, это люди из сердечно-судистой патологии, то есть, после инфаркта, с высоким тиском, сахарным диабетом. То есть, люди вертаются, но отделение профиля не изменилось. То есть, что мы лековали до войны, то мы лекуем и сейчас. То есть, мы не можем делать то, что, допустим, я не могу оперировать, как хирург. Я чувствую, что, да, где-то глупая. Ну, наверное, я уже до этого звук. Я на это, как правило, не звертаю уваги. То есть, окно закрыто, то есть, я целый день, что сирополю, у меня нет такого, что я там сосед, там, и чекаю, там, когда уже четыре години. То есть, я подумал, что сирополю, мне никогда не слышать. Я потом пойду, подивлюсь хворого, то пойду, напечатать какие-то документы. Ну, то есть, мне никогда не слышать, если честно. Я думаю, что все будет хорошо, мы будем дальше працювать и жить. Я люблю свое место, я, наверное, люблю свою лекарню, хотя я тут и не живу. Я думаю, что все будет хорошо, мы будем дальше працювать. Люди никуда не девайся, все люди потребуют медичной помощи.